Я думаю, что Украина, нравится нам это или нет, в какой-то форме сохранится. Со 2 августа мы находимся под постоянным артобстрелом из всех калибров. Мы не бросаем позиций, но моральная усталость растет с каждым днем. Но ни Почта России, ни компания СДЭК в Мелитополь доставку не осуществляют. Отопление, посмотрите, что с моим ремонтом сделалось. Вот такая петрушка. Депутат Госдумы РФ Затулін заявил, что у Росії, увага, не вистачить сил захопить Украину. Только послушайте, что той наговорив в эфире кремлевского земного бачка Олічки Скабієвої. Можете реалистично оценить свои реальные перспективы. Я думаю, что Украина нравится нам это или нет, в какой-то форме сохранится. Сохранится, потому что у нас не хватит военных сил. Вы это как считаете? Должна Украина остаться? Я считаю, что это вопрос, который зависит от нашей возможности добиться своих результатов. Мы должны реалистично оценить свои реальные перспективы. Я думаю, что Украина, нравится нам это или нет, в какой-то форме сохранится. Сохранится, потому что уровень противостояния на самом деле очень высок. И есть на самом деле внутри Украины убежденные противники России. Они, вы знаете, регионально в Украине выражены, это западная Украина. И я, например, против того, чтобы мы строили планы какие-то, включения даже на перспективу западной Украины. Эти планы, которые строились в царской России, в царской же России критиковали. Потому что это все равно, что запустить троянского коня в Российскую империю. Калин в 1939 году принял это решение. И вы знаете, мы отодвинули границу на запад. Но после войны мы воювали с этой западной Украиной до середины 50-х годов. Еще неизвестно на самом деле решение, как бы замириться, оно было оправданным или это был просто ход Крущева, который таким образом выдавал желаемое за действительное. А тем временем россияне обурюются, что Пошта России не вважает тем временем окупованный Мелитополь ее частью. Так, произошла ситуация, которая меня категорически огорчает. Мне поступил заказ. Заказ с доставкой в город Мелитополь. Кто не в курсе, с недавнего времени это наш родной город. Так сказать, Российское Отечество. Но ни Почта России, ни компания СДЭК в Мелитополь доставку не осуществляют. Чтоб не быть голословным, Мелитополь. Есть в Симферополе улица Мелитопольская, есть в городе Торрес Мелитопольская улица. А просто города Мелитополь в Почті нет. И аналогичная ситуация в СДЭКе. Есть Мелитополь в Казахстане. А где едите его налево наш российский Мелитополь? Ситуация категорически неприятная. А это ось реальность жизни в тем временем окупованном Мариуполе. Это отделение Пошты. И тут люди пытаются взять свою зарплату или пенсию за несколько месяцев. Но без результатов. И еще ось трешки скиглення окупантів. Ті просять у Шойгу отпуску. Скаржиться на отсутствие зимового одягу та обігревачів. Ось така вона вторая армія мира. Бросим министра обороны Сергея Шойгу разобраться с происходящим делом в населенном пункте Крынки по отношению к нам. Мы находимся здесь со 2 августа 2023 года. Сейчас 20 января 2024 года. За эти без малого 7 месяцев не было ни одного выходного, ни одной ротации. Со 2 августа мы находимся под постоянным артобстрелом из всех калибров с применением кассетных боеприпасов и фосфорных бомб. В небе куча вражеских дронов, обычных разведчиков, дронов со сбросами и камикадзе. 14 октября, когда х***и пались на наш берег, артобстрелы и давление дронами усилилось в разы. Многие наши братья по оружию покинули населенный пункт Крынки в числе 300-х, а кому не повезло 200-х. Многие раненые из-за долгой эвакуации умирали. Мы не бросаем позиций, но моральная усталость растет с каждым днем. Однако наше командование не проводит ротацию людей, не отпускает нас заслуженные отпуска, не обеспечивает нас зимним обмундированием. Генераторы покупаются нами за свои деньги. Продукты и бензин привозят в минимальном объеме. Из-за этого приходится идти в магазин, который находится за 7,5 километров от нашего места дислокации. Дорога в магазин пристрелит. И некоторые из нас умирают по пути из магазина. Нас не обеспечивают бутилированной водой. Зимой также стала банальная проблема с баней. По поводу выплат денежного удовольствия очень много вопросов. Никому из нас не выплатили боевые за декабрь. Также не выплачивается суточное за участие в активных боевых действиях. Многие из нас получают зарплаты за штатных военнослужащих, находясь в крынках. Просим министра обороны Сергея Шойгу принять меры в отношении происходящего беспредела и несправедливости на нашем участке фронта. И не оставить без внимания выпиющие нарушения прав военнослужащих. Ох, как же ж не сподобалось россиянам атака дронами нафтовых терминалів в Ось-Лузі. Там одразу вели режим підвищеної готовності і почали евакуацію танкерів. Атака без пилотника. Йдет как раз швартовка. Миша, легче, 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 легче. Чуть не попали тоже. Так надо, наверное, отводити танкера. Отходим, отходим. Швартовка команда КНГ-3, КНГ-5. Шрошная рука за сувором у юга. Диспетчер СМП. Едем, ездим. Отходите на рейд. Доставка из безпилотника на КНГ-5. Отходим, отходим. На микровай сразу не отойдем. Наші хлопці відводять іншого. Це ми відводимо. З причала танкера. З евакуації. Всіх швартовщиків з причала. Мені вже дочка говорить, мама, міняй квартиру. Це не дом. Он будто проклят. Мешканці російського Подольська, які раніше досі, залишаються без тепла у своїх квартирах. Проблеми з опалення почалися у Підмосковій на початку січня. Через аварію у місцевій котельні. Декілька десятків тисяч людей досі змушені спати в теплому одязі, щоб зігрітися у 20-градусний мороз. Отоплення, посмотрите, що з моєю ремонтами зробилось. Так, проходите сюди, покажіть. Ось мої красиві обої. І ось там продовження. Ми купили пушку, сушимо. Потім, мабуть, все-таки я оторву дві обої і буду по-новому робити. Ось така петрушка. Ох уж ця Маргаріточка Бабрасян. Боже, бідненька, тій не дає спокою досі. Нижня білизна з голої вечірки. Пропагандистка, яка розповідала про те, що сама носить пальони туфлі Гучі, пропонує з усіх, хто купує дорогі брендові речі, забирати 100% податків на розкіш. Так би мовити, не допомогу фронту. Що общество, даже неизвестно, що більше змутило. Носок на, извините, половому. Ілі 20 мільйонів рублі на женській попі. А я до сих пор не знаю, що більше змутило-то, да? Мені каже, і то, і другое. Я имею ввідо демонстративне таке шокування на фоні війни. І на фоні того, що війна нуждається в нашій допомогі. Бойці нуждаются в нашій допомогі. Ілі ж просто то, що це неприлично. Для таких людей я предлагаю, прошу, не для таких людей, а вообще для людей, у которых є можливість ввести такий образ жизни. Для богатих людей ввести налог на розкіш. Мені каже, саме ввремя це зробити. Я предлагаю ввести 100% налог на розкіш. Покупаєш дорогі драгоцінні камні, или какую-то там супердорогу одежду, например. Ну, знаємо же ми всі ці бренди, марки. Ну, якщо ти готов потратити 20 мільйонів на «Изумруд», ну, значить потратити ті ж 20 мільйонів на антидронові оружія, на дрони, на бронежилети, на все, о чому просять бойці. Друзі, на цьому все. Ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на наш канал і чекайте наступний випуск. Дякую за перегляд!